В нашей студии люди, которым Господь дал таланты. Люди, которые поклоняются Богу этими талантами. В эфире программа «Таланты и поклонники». Витаем вас всех слухачей в Светлого Радио. Наш сегодняшний гость Сергей Львов, церква-виноградник Киев. Сергей, приветствуем тебя на студии Светлого Радио. Что мы можем сказать вообще про песни, музыку, песни, хвали и поклонения? Это спонтанное выражение нашего переживания, нашей веры. Ты помнишь первые песни, которые ты написал для Бога, про Бога, Богови? Да, я помню. Их было несколько, я помню. Давно это было? Да, это было давно. Мы проверяем память Сергея Львова. Да, это давно было. Сказать вот. Детство не помню, малой был. Да. Но один эпизод в душу запал. Как ты для себя взагалей все это открывал? Я так понимаю, что ты был музыкантом, так? А потом появилась Библия, появилась церква. И трансформация какая-то отбывалась в музыке, в спиве. Ну, сначала, наверное, появилось покаяние, вот, то есть как такое знаковое, да, и вот переворот жизни. И вот уже оттуда мелодики, и оттуда все как бы вот именно из этого такого нового творения, вот. Да, ну, вообще, поклонение тяжело говорить вот так вот. Просто понятно, мы знаем какие-то такие сбитые вещи, но сегодня я и шел и думал, вот, пример вообще, вот, когда человек, начало пути, да, это как новая машина. То есть там не надо капремонта, там ничего не надо, просто ездишь, наслаждаешься, вот. И так вот получается, что, ну, со временем мы где-то снашиваемся, где-то вот падение где-то, и, конечно, песни становятся такими, они не тяжелее, они как бы более, ну, мне кажется, более такими, уже осознавая свою жизнь сейчас, да, вот. Это интересно, да, за годами все немножко другое, но, конечно, поклонение это тоже радует, и вот, ну, ну, разное бывает, конечно, поклонение. Вообще, мне нравится, вот, действительно, больше не группа прославления, да, вот, как говорят, а больше группа поклонения, то есть, вот, не знаю, ну, вот, в моей душе это ближе, вот, потому что мне хочется поклоняться, вот. Ну, у вас, я останнім часом рідко буваю, немає часу, а взагалі, вот, в вашей христианской спільноте «Виноградник» все якось так по-домашньому, по-семейственному, и навіть, я памятаю, приходили музыканти з інших різних христианских спільнот, можно было, взагалі, в кінці залу систи, розкласти свои инструменты и просто влитись, то есть, группа поклонения в церкви «Виноградник» – это такое понятие достаточно своєридное, и тебе никакие ашери там не выводили под руки и не сказали, что ты неакредитованный, и там, ты не в нашей группе прославлення, как-то все так было. Ну да, это то, что ты видишь сейчас, вот, как бы, ты видишь и ты это производишь, вот. Я вот уже не первый раз замечаю, когда вот в сердце приходит какая-то песня и какие-то мысли, ты начинаешь, как бы, поклоняться, и тут вот параллельно идёт мысль «Так, о, ты надо записать, это хорошо выдать». И вот только эта мысль приходит, ты записываешь, это уже совершенно не то, что было. Вот, ну, это может быть такой секрет, да, конечно, вот, но, конечно... То есть, ты только один певный процент якийсь от того, что было в живую. И тем не менее, ну, вот, навыть Давид, або люди, чьи псалмы, ввошли в той самий псалтир, в Библию, тоже иногда это такие ответственные молитвы, и, кажется, как человек могла сесть и все это записывать. Да, это интересно. Такий момент, но это служит. Значит, в принципе, и это тоже кому-то нужно. Так. А сейчас, что пишется? Мы заговорили про... И я, до речи, нещодавно дивился программу у Геры Дружки, в гостях на JCTV, был Дмитрий Шлідгавер. А, отлично, да. И он начал, ну, это, может, уже какой-то старый, может, несколько лет в этом записи. Я не дивился на даты, но там была песня, ну, просто с гитарой, как в формате. И это тоже такая важка, ну, как важка, она правдива песня. Про то, что было же светло, была любовь, где все это подилось. Такие песни, он сказал, что это навеяно многими историями падения служителей и так далее. Но я пометил, что и такие песни, в ответ, они нужны. Ну, они правдивые. Я имею в виду, вот, в твоих песнях это чувствуется. То есть, если ты чувствуешь, что что-то втрачено, то есть определенный зойк, он может быть, и для этого тоже есть место. Есть традиционные песни, мы, в этой программе, иногда, опять-таки, про них вспоминаем. Там, например, «Ой, я грешник бедный, правда я таков, если бы Бог бессмертный не был полный даров». И таких песеней достаточно много, разных. Не только в традиционных этих сборках, там, «Песнь Возрождения», и новые песни пишутся, и в некоторых церквах они спеваются. Про что тебе спевается в последнем времени? Ты вбачаешь какие-то тенденции, чи абсолютно разноплановые песни? Дуже разноплановые, ну, очень-очень разные песни. То есть, вот, как бы, просыпаешься утром, например, если молишься, берешь гитару, просто есть одна тема, вторая тема, вот, слышишь, там, например, люди о чем-то общаются, например. Вот, если это проповедуется где-то, вот, проповедь ты слышишь, и, как бы, вот, да, есть информация, есть послание, и ты начинаешь переживать его, как бы, воспринимаешь, и есть песни. Ну, в принципе, у меня все такие, ну, как бы, песни, вот, я что-то переживаю, и я пишу. Я, кстати, вот, Давид, я всегда, я когда уверовал, да, это было давно, да, там, начало 90-х, и я помню, для меня всегда было, вот, у меня был такой, как бы, определенный сумбур в голове, и я не мог понять, почему, вот, например, я читаю псалмы Давида, он очень много плачет, вот, а мы всегда приходим, там, и у нас были песни, мы возьмем, мы возьмем, мы завоюем, завоюем, там, это, вот, там, имеем глаз, как у тигра, там, лженцам не укрыться, срываем любой маскарад, и я вот не мог этих песен понять, хотя я их пел, но мне всегда были вот эти песни Давида, они были мне гораздо ближе. Ты больше лирик, так? Ну, ну, Давид, наверное, был лирик. Просто есть гимны, есть такие, знаешь, оды, там, температрица, там, на восшествие на престол, а есть вот люди, какие... Ну, наверное, да, это... Взять десятиструнные псалтыри, где-то укрыться с овцами, и перебирая струны, да, утешать какого-нибудь Саула, которому плохо. Да. Я думаю, что это была такая лиричная музыка. Сергей, просто, ну, хочу зараз сказать, бо боюсь, что на конец программы я этих слов не збережу, мне кажется, что очень нужно, чтобы были среди нас люди, которые пишут, которые продолжают быть открытыми, Бог их надихает, и я особо очень рад, что у тебя все это продолжается, что песни пишутся. Я прихожу к тебе, Бог мой, сердце свое отдаю, Свет души моей, я прихожу к тебе, Бог мой, сердце свое отдаю, Бог мой, силы дай, дойти до конца, быть верным, Бог мой, силы дай, дойти до конца земного пути. Я прихожу к тебе, Бог мой, сердце свое отдаю, Я прихожу к тебе, Бог мой, сердце свое отдаю, Бог мой, силы дай, дойти до конца, быть верным, Бог мой, Бог мой, силы дай, дойти до конца земного пути. Бог мой. Бог мой, бог мой, бог мой, Полечу и не устану Силы в нем найду Как орел расправлю крылья К небу, к солнцу Бог мой Силы в нем дойти до конца Быть верным Бог мой Силы в нем дойти до конца Земного пути Бог мой Бог мой Я прихожу к тебе Бо дорого куплені ви Отож прославляйте Бога в тілі своєму Та в душі своєму Що Божі вони Ми спілкуємося з Сергієм Львовим Церква Виноградник Про хвалу, про поклоніння Крім Давида, Сергію Є якісь люди Залишаються в твоєму житті Які тебе надихають От в цьому плані В плані хвали і поклоніння В плані хвали і поклоніння Тут є два аспекта Єсь музика, як творчество А є то, що рождає Внутрі це чувства Мене вдохновляють люди Єсь люди, які вокруг мене Як вони живуть Як вони боряться Як вони Пытаються Оставатися верующими Це мене дуже вдохновляє В плані музики Це тяжело Сказати Як би Часто то, що всім нравится Я слышу, що мені це нравится Але В общем, це складно сказати Мені багато країна Мені багато країна Виноградник Джизис Калчу мені нравится Мені багато Песні Голгофи Мені багато країна Мені багато країна Тобто дуже багато Мені подобається В Альбові Костейкин подобається Саша, Наташа Мені дуже багато Мені вдохновляють люди Так Дуже багато Я, до речі Іноді про це говорю Що Є така тенденція Можливо, я не правий Що коли ми Юні У нас є Ну, не те, що куміри А от ми виділяємо Оця група Все Я буду там футбол З нею носити Все А з часом Чи ти просто живеш І наслухаєшся І ти бачиш, який світ Величезний Починаєш там Слухати те, що було за Сторіччя, можливо В цьому плані До тебе зроблено І ти розумієш, що вже Ти не можеш сказати, що от тільки це Ти не зосереджений на чомусь одному А просто в цьому океані Купаєшся І виділити щось дійсно важко Щоб сказати, що найбільше Впливає Возріст Через Що ти зараз проходиш Що в піснях відображається Є якісь Особливі такі риси Що відбувається в житті І що впливає на творчість Ну, то есть Есть, конечно Всегда є присутствие Какі-то свої личні Слабости, сложности Но Есть, конечно, Слово Божье І це то, куди Куда, как би, ти Постоянно возвращаєшся І є основання Дійсно, Бог зробив для нас все І то, к чому ми приходимо Ми завжди держимся за Його Слово Становимося на Него Вот Я Ну, є багато вещей Я хотів би більше расти Там, в плані церкви Я тружусь В общем, дуже багато То есть, є обычна життя Це семія і діти Ти думаєш за дітей Ти думаєш за церковь Думаєш за роботу За все, как би думаєш Я живу, ну, є обычна життя Не Божья Уже то, що Христос не любит То, що, ну, вже в мене це починає Де-то подниматися Заводити від цього світу Текст Тобто ми Я це іноді називаю Що ми під хмарою Чим живе суспільство Що зараз переживають Взагалі всі навколо І Київ, і Україна І ми всі в цьому І таких історій багато І, ну, я думаю, що в псалмах Не завжди Є псалми, наприклад В яких сказано Що Давид цю пісню написав Тоді-то, тоді-то Коли там він втік В Геф, там, і так далі А в інших псалмах Нічого цього не сказано Але, напевно, там теж Щось таке є Є, наприклад, історія Коли в нього Вкрали сім'ю Викрали І в інших його побратимів І вони були в розпачі І Давид, написано, зміцнився Тобто, ну, такі переживання Але це було, ну, можна сказати Всенародні гори Або там, принаймні, гори Якоїсь певної спільноти Великої людей Тому і це не скидаємо З, ну, так би мовити З пов'єстки дня Ти відчуваєш, що Ну, все, що відбувається Воно також в твою творчість Проникає Міжрядків, так би мовити Ну, да Это действительно Ну, у меня не хватает музыки І слов, щоб це все описати Тобто, у мене є багато Небесні, да, і, скажімо, вони Должні доминировати Тобто, на чому ми стоїмо То есть, і як нам Це дуже складно Единственне, що я переживаю Це, ну, трату людей Наверно, мене нічого так не касається Як просто, коли ребята гибнут Це, ну, єдинственне Я, я люблю Україну, але Якби в моїй житті на весах Лежала Україна Ілі життя цих людей Ну, це я Я би вибрав життя цих людей То есть, хоча я за Україну І от це мені дуже складно То есть, я, я, ну, спасибо їм Спасибо їм, хто Хто, 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 действительно, захищає нас І от, даже, вот, приїхали А, ну, той же друг мой Його ранили, в общем Не буду распространяться Ну, в общем Это сложно То есть, для моей души это сложно То есть, я, когда начинаю думать Я, я просто, вот Мне очень сложно Потому что Это жизни людей, вот Их никто не вернет никогда Да Але є слова потіхи Що праведний, він Іде з цього світу Праведники восхищаются от зла Діла, їх идут вслед за ними І вони будуть покояться На ложах своїх Там, где сказано І зі треху всяку слезу Все одно апостоли пишуть Да, ми привязані до земного життя І нам шкода втрачати близьких І страшно самим робити цей крок Ну, в таку невідомість, в принципі Це досвід, якого ми не знаємо Або не пам'ятаємо І все-таки сказано, що Ми, ходя в аплоті Все-таки отделены Или удалены От Господа Тобто нам в цьому світі Все, що ми бачимо, чуємо Заважає Все-таки Певна завіса є І нам важко Я думаю, що творчість Це один з інструментів Яким ми хоча б трохи Намагаємося проникнути туди Або підійти Вплотную к этой завесі І так будем Осязати її кончиками пальца Завітай у мою душу У свята мої булі Завітай Завітай мої страждання Підніми мене з колін Пригорнив свої обійми У твоїй святі Ще один раз 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok